Печ-пирега Япси Да, достаточно компактная коляска и для самолета тоже И складывается достаточно просто Это терпичный шум Хоги А то есть имеет регулировку по углу наклона сидения Скинк снимается Скинк снимается, ставится сюда, а сюда ставится рама и терапевт занимается ребенком разрушительно И дальше можно с ребенком заниматься различными упражнениями Интересный вариант А ножка тоже, наверное, по длине, по углу наклона? Да, 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 да Она вообще может подниматься Снимаем, пацаны Ну понятно, вот здесь вот она по углу наклона меняется, вот, да, нет, это она полностью снимается, это угол наклона, нет? Нет, это угол наклона вот здесь, это съемная, она снимается, и сейчас покажу, как она до пола уходит, до пола сомневается. Вот, то есть ребенок может, в принципе, даже в этом кресле, пребывая, играть, да? Вот такой функциональный вариант. А сидение в одном размере или нет? В двух размерах тоже идет, да? И здесь угол наклона сидения, угол наклона спинки идет, подножки по углу наклона, все это съемные. Да, регулировка, понятное дело, подголовника. А боковые поддержки регулируются по высоте? Регулируются. Вот здесь, угу. Так, а как получается обратно? Просто нажимай на эту ручку, и она бесступенчатая. Ой, ой, ой. Ну, подрезка, нет, подрезка. Да, понятно. Как-то легко, если ребенок сидит, опускается легко и поднимается сюда. А ну что делать, как-то? Просто нет, просто вы нажимаете, а этого не надо, там тоже ходит. Нет, в момент тебе надо остановить движение. Да, если и регулируй. А это у нас что? А, это регулировка, уголок, а сиденья. Спинку, спинку вот так же, да. И чуть-чуть дышать никаких на углу подписять можно. А если ты в таком положении еще и спинку, ну сейчас. И ребенок получается такой вот. Походится лежа, а попатка у него уже нравится, вот эти мягкие накладки, чтобы печенька есть. Попатки, а ручки? Ну, дик. Ну, пиолет, как ты видели, да, пиолет. Столик снимается. Столик тоже в комплекте идет? Нет, это... Или опционально? Это все опционально. Опционально. Можно конкурировать потом дополнительные опции поколовника, фрукта, подоходники, грудные поддержки, ремни. Это все опционально. А, это все опционально. Да, но база заместна, рама и стены, стопошки. Все второе, подниму, знаменитый, пухотельковый. Спасибо. Пожалуйста. Интересный такой функциональный вариант. Да, интересный. Это одна из знаменитых. Кстати, панельки. Назадится с баком. То есть, получается стандартная колесная база. Это добавляет устойчивости и больше подходил. Да. Ну, она, да, конечно, с одним колесом достаточно громоздкая. Ну, да. Ну, вот на Западе сейчас это новая цена. Следуем за новыми концепциями, да. А как домашняя рама и коляски, чем удобно, да, что одно сиденье можно... Да, можно и на улице, да, домашнюю раму переставлять. То есть, ты покупаешь практически не две отдельных коляски, а покупаешь две рамы, да, с одним сиденьем, что очень красиво. Да. Функционально. В этом плане, да. Спасибо. Ну, она такая, достаточно большая даже для меня. Слушайте, там и дети уже большие, тут уже... Ну, да, это понятное дело. Ну, да. Вот. Второе. Это внешний вид коляски. Она не выглядит у нас как там. Ну, потому что есть коляски, которые с тобой вон девают. А вот такого нет. И третье, это все, что у нас на коляске, это все на базу. Амплект. Соответственно, ни каких-то весов, причем, я не могу поднимать. Ну, говоря уже базу нам покажет. Ну, понятно, что такие зонтики, школьники, кармашки и это все. Ну, это уже дополнительно, да. У нас все на липучечках, да? Да. И вы сказали, что изменение высоты, вы сказали, в спинке? То есть, получается... А, сзади, да? Ага. А, все, я поняла. Все, я поняла. То есть, вот это вот как вставка идет сверху. И при помощи шестигранника вот здесь вот регулируется высота спинки. Коляска у нас по углу наклона регулирует сидение, да? И угол наклона спинки тоже, да? Да. Регулировка. А на какое? На лежачее положение, да, максимально? Отлично. Угу. То есть полностью в лежачее положение можно привести. Да. И подножки тоже у нас с регулируемого наклона. Ростом до 185, до 175, а вес сколько? Около 80 килограмм максимально. Передние колеса у нас, получается, еще можно закрепить, да? Да. Верно. Рожки у нас с регулировкой вот только вот здесь, да, по длине, получается, все идут. Угу. Ну вот мне очень нравится, конечно, материал. Он не грубый и в то же время достаточно мягкий. Ну вот, ну вот, ну, как раз, концерт или машина приходит, поэтому ждем, ждем, ждем. Ну, замечательно. Так, какие у вас еще коляски? Вот это вот мева. Ну, она что-то. Детская, да? Да. Для малышек. Ну, соответственно, если есть, если у вас продавали, то есть мева, она не будет. Угу. Если хочешь с кеней, то есть, давай, за мной. Так, она складная же? Она складная. А еще момент. Пресло лицом к маме тоже, да, по столу повернуть можно? Так, а складывание вот так, да, происходит? Да. Можно? Конечно. Конечно. Так, это, получается, сиденье еще снимается. Получается, у нас отдельно сиденье идет и отдельно рама, да, точно. Регулировка. А подножки у нас тут пластиковые идут, да? Ну, да, это все, будешь плащить, потому что он специализирует. А это у нас? Это мы фиксируем передние колеса. Фиксируем передние колеса. И спинку у нас тоже, да, регулирует? Да, спинка. Хорошо. 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 Получается в лежачее положение. Ну, нормально, смотри, достаточно просторное место, да, для ребенка. Это для уменьшения ширины сиденья, дополнительные валики. А боковые поддержки, они регулируются по высоте. Прямый шок. Это у нас... Это у нас... Минимайзер. И они поставляются в разных цветах. Угу. И они поставляются в разных цветах. Но они поставляют. Пока. Вот здесь вот есть хоть апатиты для удобства. А, еще момент, а угол наклона сидения тут изменяется тоже, да? Ну, то есть коляска тоже вся функциональная. Более активная и более пассивная. Это у нас коляска, теперь на нее показывают все акции. Вашу руку вывел? Да, да, я помню. Спасибо большое, хоть посмотрели, да.